привет мои хорошие сегодня предлагаю вам вместе со мной создать айсберг при помощи акварели подробный список материалов и конечно же найдете в описании к данному ролику открывайте его смотрите готовьтесь и давайте вместе со мной создавать такую красоту первым делом нам нужен с вами простой карандаш отмечаем примерный размер айсберга далее начинаем более детально его отрисовывать все его объемы впадины и трещины а 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 вдалеке отмечаем небольшую линию горизонта где у нас был заканчивается небо большой кистью смешиваем ультрамарин мы добавляем немножко фиолетовой побольше воды и данным цветом полностью закрываем верхнюю часть листа там где у нас находится небо удобнее это сделать большой кисточкой чтобы заливка была более ровной пока небо не высохла в цвет добавляем больше ультрамарины делаем его чуть насыщеннее и верхнюю часть неба темним здесь обязательно небо еще должно быть сырое то есть работаем по сырому по сырой бумаги теперь средней кисточкой набираем голубую фице побольше воды и таким голубым цветом начинаем расставлять первые тени на айсберге и и и и Продолжение следует... 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 Далее возвращаемся к голубой ФЦ, разводим ее водичкой и вторым слоем начинаем проставлять тени на айсберге. Здесь мы оставляем также белые просветы, оставляем светлые просветы предыдущего оттеночка. То есть вторым слоем мы начинаем насыщенность усиливать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжаем набирать насыщенность еще одним слоем. Точно так же работаем голубой ФЦ. ДимаTorzok Разведя цвет посильнее водичкой можно легкие тени еще немножко разметить. Опять набираем побольше голубой ФЦ и отмечаем воду. Ее добавляем горизонтальным движением кисточки, оставляя белые просветы и подчеркивая плоскость воды. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Далее, клячкой или пластиком убираем лишний карандаш. Здесь работа обязательно должна быть полностью сухая. То есть, если чуть-чуть влажные места, ни в коем случае карандашник таким образом не убирайте. Только по сухому рисунку. Далее голубую ФЦ посильнее разведем водичкой. Еще немножко уточним светлые тени. Более насыщенным голубым продолжим усиливать глубину теней. Субтитры сделал DimaTorzok Добавляем цвет немножко больше голубой ФЦ. Таким ярким голубым продолжаем проработку воды. Точно такими же движениями. Оставляем просветы предыдущего оттенка. Ну и белые блики на воде тоже не забываем оставлять. И на воду набираем насыщенность. Теперь в цвет добавляем немножко фиолетовой водички. Данным оттеночком продолжаем набирать насыщенность и уточнять тени на айсберге. Данным оттенок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Разведем цвет водичкой и сделаем более мягкие переходы в тенях Далее в голубую фацет добавляем индиго Данным цветом продолжаем набирать насыщенность у воды точно такими же горизонтальными мазочками Этим цветом продолжаем добавлять самые темные участки в айсберг Какие-то стыки, самые насыщенные тени Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавим цвет больше водички и отметим тени на облака Теперь в цвет добавляем больше фиолетовый Продолжаем отмечать самые темные участки на воде горизонтальными мазочками Если вдруг пропали белые блики, где-то айсберг сливается, можно белилами блики уточнить Ну и на этом все, рисунок готов, большое спасибо за внимание Если вам понравился данный видеоурок, то обязательно поставьте палец вверх и расскажите о нем друзьям Также обязательно поделитесь вашим результатом в группе ВКонтакте, которая называется точно так же Дериарт рисовать может каждый Ну а с вами была Дериарт, помните, что рисовать может каждый Всем пока-пока-пока